Лютая популяризация Type-C позитивная тенденция, благодаря ней на рынке появляется все больше кроссплатформенных продуктов, которые ранее проектировались преимущественно для использования чисто с компьютером. И я сейчас говорю не только про внешние винчестеры, но и про такие устройства, как ЦАПы или наушники с цифровым входом. Об одних из таковых мы сегодня и поговорим. Называются они Asus ROG Cetra. А меня зовут Дима, вам всем здрасте и теперь наконец-то переходим к самим наушникам. Краткая внешность, и перед нами вакуумные затычки со светящимся логотипом и достаточно крупным пультом управления на сплитере. Здесь размещены три кнопки управления воспроизведением, индикатор работы ANC и кнопка для переключения его режимов. Микрофон, что немаловажно, вынесен отдельным блоком на кабель правого наушника поближе к источнику звука, именуемым не иначе как ROT. Шикарный план, шеф. Ну и в самом деле, был бы пульт на месте микрофона, было бы неудобно. Был бы в пульте микрофон, его бы постоянно приходилось держать у рта, и хендсфри это уже, ну, никак не назовешь. В общем, перед нами единственное верное решение, как ни крути. Сами чаши наушников получились довольно крупными, потому для более уверенной фиксации в ушной раковине были предусмотрены специальные гребешки, они же крылышки. Как и в случае с амбушюрами, в комплекте есть набор из разных размеров, потому подобрать себе что-то можно легко. К слову о насадках, шо попало на эти наушники не оденешь. Носик у них довольно тонкий, потому среднестатистические амбушюры с них будут слетать и теряться. Особенно с учетом этого радует наличие в комплекте пенных амбушюр. Собственно, о режиме шумоподавления. В Cetra используется разработанная совместно с Sony технология, и причастность true профессионалов ощущается. Шумодав реально шумодавит не только фоновый гул, но и некоторые резкие звуки, устранение которых подвальным китайским поделкам просто не подвластно. Отличия по звуку с выключенным и включенным ANC есть, но они в основном заключаются в количестве низких частот и общей тягучести, поэтому субъективно с включенным шумодавом звук мне нравится даже больше. Он плотнее и ровнее, нет избыточной жирности, появляется какая-то собранность. Описание звука я буду проводить именно для этого режима. Побочный фоновый шум здесь имеет место, но даже на минимально комфортной громкости его уже не слышно. Заметить можно только в помещении, на паузе и в полной тишине. Также предусмотрен Ambient Mode, режим в котором музыка становится тише и к ней подмешивается звук со встроенного микрофона. Нужен он для того, чтобы вас не сбили на пешеходном переходе, ну или для ситуации, когда очень сильно нужно с кем-то потрещать в офисе, а наушники снимать ну прям совсем не хочется. Протестировать наушники в самолете или местах, где шум имеет чрезмерно высокую амплитуду мне не удалось, но для улицы их достаточно. Если вам нужен гарантированно топовый шумодав, обратите внимание на продукты от Sony. Они в этом плане пока что the best of the best of the best. Ну и стоят их дофига модные 1000X Mark III неприличных денег. Важный момент, наушники можно подключать к смартфонам, компьютерам, Windows и macOS, геймпадам, Nintendo Switch и наверное чуть ли не к чему угодно, где поддерживается вывод звука по Type-C. По звуку перед нами наушники, рассчитанные на массовый рынок, потому матерым аудиофилам даже рядом с ними делать нечего. Здесь вы не услышите дотошности и скрупулезности внимания мелочам, топовые проработки ВЧ, будоражащего инфрабаса или какой-то необычной вовлекающей подачи. Но если не оценивать наушники как продукты для задротов звука, которым они не являются, то можно сказать, что играют они неплохо. Низкие частоты несколько раздуты, но сильно на середину они не наползают. В большинстве случаев они дополняют картину, а не являются основной ее составляющей. Как я и говорил ранее, глубины здесь не ждите. Наша история начинается с мидбаса, который в свою очередь уже отражен достаточно детально и в меру массивно, что на выходе дает приятные панчи и отсутствие мазни at the same time. Середина имеет нормальное, но не запредельное разрешение, объем рисуется плохо. Звуки разной громкости в этих наушниках играют с более близкой амплитудой, потому виртуальная сцена строится довольно узкая. В остальном каких-то претензий к СЧ нет, они не провалены, явных горбов или ям нет, вполне себе слушабельно. Высокие частоты славы инженерам здесь не завалили и аккуратно расставили на них акценты. С одной стороны, в ЭЧ явно есть, их слышно, они чувствуются, они делают звук полноценным, но при этом сибилянты не режут, да и вряд ли кому-то звук сетра покажется пилищем. Очень изредка они могут кольнуть и доказать, что высокие частоты тут не убиты, но это реально на правах исключения. Зачастую наушники играют комфортно и осторожно. Стоит ROG сетра 160 долларов. С одной стороны, на Али можно купить наушники от KZ или какого-то их суббренда раз в 5-7 дешевле, и при должном источнике звучать они будут не хуже. Но с другой, за эти деньги мы получаем бюджетную версию шумодава от Sony, и хоть и не аудиофильский, но полноценный, а не убитый криволапами и инженерами звук. Ну и Type-C порт есть, благодаря которому эти наушники можно подключить к чему угодно, кроме тостера. Я бы не сказал, что это идеальный прям претендент на лучшую новогоднюю покупку, но если вы хотите и достойный шумодав, и неплохой звук, и шоб не за всю зарплату, то ссылки есть в описании. С вами был Дмитрий Луценко, проект Firm.com, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и не забывайте заглядывать к нам в социалочки. Спасибо всем, кто смотрел, пока!